Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем готовить очень вкусные печенье с маком. Итак, что же нам для этого понадобится? Емкость, в которой мы начнем замес теста для наших печенек. Два яйца. У одного яйца нужно будет отделить белок от желтка. Мак. 30 грамм или 2 столовые ложки. Сахар. 75 или 100 грамм, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Если вы хотите более сладкое печенье, то стоит добавить 100 грамм. Также интересный факт. В одной столовой ложке примерно 25 грамм сахара. 80 грамм сливочного или оливкового масла, или растительного масла. В нашем случае это растительное масло. 50 миллилитров молока. Мы его уже налили в мирную емкость. 10 грамм разрыхлителя. Это один пакетик. Щепотка соли. Мука. Плюс-минус 350 грамм. Также можно добавлять щепотку ванили. Но это уже дело вкуса. Выпекать мы это все будем делать при 180 градусах 15 минут. Итак, приступаем. Выливаем в кастрюльку молоко. Добавляем яйца. Оставляем во втором стаканчике желток, так как потом мы будем смазывать поверхности наших печенек желтком. Добавляем щепотку соли. Разрыхлитель. Добавляем сахар. В нашем случае это будет 3 ложки, то есть 75 грамм. Наливаем в мерную емкость масла. Примерно 80 грамм. И так же добавляем все это дело в нашу кастрюлю. После всего этого добавляем, начинаем добавлять муку. И начинаем замес нашего теста. Спустя некоторое время и еще добавление нескольких ложек муки, мы вымесили в кастрюльке тесто, которое будем продолжать вымешивать на нашей рабочей поверхности. Вымешивать тесто нужно не до очень сильно плотной кондиции. Достаточно будет того, что оно перестанет липнуть к рукам. После некоторого времени замешивание теста на столе, оно дошло до нужной консистенции, чтобы добавить в него 30 грамм мака, или же это 2 столовые ложки. После добавления продолжаем замешивать тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Оно не липнет к рукам, не липнет к поверхности, но на всякий случай мы добавим на нашу рабочую поверхность и на скалку, которую будем раскатывать тесто, немного растительного масла. На этом этапе уже можно поставить на разогрев до 180 градусов духовку. Тесто будем раскатывать толщиной примерно 4 миллиметра. Тесто мы раскатали до тонкого состояния. И теперь будем приступать к формированию наших печенек. В качестве формы можно использовать разные подручные средства. В нашем случае это будет такой стаканчик. Поверхность, стаканчик, который будет соприкасаться с тестом, можно смазать маслом. Итак, формируем стаканчиком из теста печеньки. Выкладываем их на противень. Также на печеньках можно оставить некое подобие рисунка. В нашем случае это будет рисунок вилкой. И такими движениями заполняем полностью весь противень. Выложив печенье на противень, мы добавляем чайную ложку молока к нашему желтку. Перемешиваем и впоследствии мы смажем поверхность печенья получившейся смесью. Домазываем крайнюю печеньку. И убираем наш противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Закрываем духовку и засекаем время. По истечению времени открываем духовку и достаем наше печенье. Как мы уже можем видеть, печенье вышло очень красиво. И оно поднялось от того теста, которое мы раскатывали. Теперь дадим ему 10 минут, чтобы оно остыло. И посмотрим, что у нас получилось. Мы дали печенью остыть и даже его попробовали. Оно получилось очень вкусным, не сильно сладким, хрустящим сверху и мягким внутри. Те, кто хочет полностью хрустящее печенье, можете оставить противень с печеньем в духовке еще на 5 минут при выключенной духовке. А после уже достать. Итак, такое печенье у нас получилось. Оно отлично будет сочетаться с кружечкой чая или же с чашечкой молока. И оно отлично подойдет как взрослым, так и детям. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok